Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем цикл бесед по сложным или трудным местам Библии. И сегодня мы с вами будем отвечать на вопросы, которые ставит перед нами 26 стих первой главы книги Бытия. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над сею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Итак, здесь мы видим местоимение «наше». Это местоимение, оно во множественном числе. Как это объяснить, если мы исповедуем веру в божественное единство? Да, мы православные христиане, вообще христиане, исповедуем веру в божественное единство. Но мы не верим в одиночество Бога. В том смысле, что божественное единство для нас – это единство лиц Святой Троицы. Когда Бог-Отец любит Бога-Сына, Бог-Сын любит Бога-Отца, и они пребывают в любви Духа Святаго. «Главные заповеди еврейского народа – слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь Единый». Этимология русско-славянского слова «един» предполагает указание на некое единство между кем-то и кем-то. И если мы говорим о человеке, что он един, сразу возникает следующий вопрос – а с кем он един? Таким образом, для нас взаимоотношения между лиц Святой Троицы – это образ или икона абсолютного единства, которое мы хотим обнаружить и в нашей жизни. Так, например, Христос говорит «Будьте едины, как я един с Отцом». И мы помним из нашей истории, когда в тяжелые смутные времена преподобный Сергий создавал обитель во имя живоначальной Троицы, то он именно образ Троицы выбрал как некую священную хоругвь, под которой должны были объединиться разрозненные славянские земли, княжества. Таким образом, когда говорится по образу нашему, подобию нашему, потребляются местоимения «мы», не надо думать, что это в том же смысле, как, например, русские императоры подписывались «мы», Николай II и так далее. Здесь косвенное указание на некое единство во множестве. И даже первый стих Библии он указывает на некое единство во множестве, потому что имя Божие в еврейском оригинале – «элогим», оно стоит во множественном числе. А глагол «бара», то есть «сотворил» в единственном числе. Таким образом, когда мы видим местоимения во множественном числе, связанные с Богом, какое-то сказуемое будет рядом в единственном числе. Для древних иудеев и для современных это необъяснимая загадка. Почему, когда говорится о Боге, говорится как о единстве во множестве и о множестве во единстве? Мы, христиане, знаем, что первый человек, который был посвящен в эту тайну – это Иоанн Креститель, который крестил Господа, и этот день называется не только Днем Крещения Господня, но и Днем Богоявления, когда человек из плоти и кости созерцал второе лицо Святой Троицы, в его воплощении Христос стоял в струе Хардана, «Дух Святой в виде голубином особо парил над его головою, из осеняющего облака особо звучал голос Бога Отца, который свидетельствовал о Сыне». Когда говорится об уничтожении Содома и Гоморы, там Господь говорит «Сойдем же и посмотрим, точно ли это так». И опять мы видим множественное число, которое, кстати, всегда указывает чаще на божественную любовь. Но любовь не исключает правосудность. Поэтому Господь и говорит «Надо сойти и посмотреть». Это, конечно, антропоморфизм, но он связан с тем, что когда речь идет о наказании каких-то людей, то обычный человеческий судья или судебная палата должна расследовать это дело со всяческим тщанием, вниманием, изучая на месте все подробности и все обстоятельства. Таким образом, никакого противоречия здесь нет. В этих местоимениях множественного числа на фоне веры монотеистической в божественное единство просто здесь мы видим единство во множестве, то, что в христианском понимании раскрывается как троица, единосущная и нераздельная. Субтитры создавал DimaTorzok